Девушки отдыхают Сильные, скажем так, легкоатлеты у нас из Усть-Каменогорска, Восточно-Карстанской области, да Это я сейчас проношу трехкратную чемпионку Ольги Рыбаковой Кстати, вот касательно Оли, знакомы лично? Знакомы, она проводит мемориал в честь соревнования международного турнира Ольги Рыбаковой Я там выступала, выиграла эти соревнования, да, и мы с ней так знакомы, я ее знаю, она меня тоже Я так понимаю, что она же теперь знает о том, что именно ты полетишь на Олимпиаду И, соответственно, какой-то настрой тебе дала, что-то пожелала, может быть там... Нет, она своим видом настраивает всех на олимпийские рекорды Вот, это точно А другие девочки из нашей сборной, из Казахстана, с ними у тебя как отношения? Хорошая у нас, хорошая команда, большая команда из-за того, что легкая атлетика большой вид спорта У нас много людей, все между собой общаются, все приятели А сколько лицензий получено от легкоатлетов? На данный момент, если не ошибаюсь, девять Девять, да? Девять лицензий Главный тренер у нас кто? Карпов Дмитрий Васильевич, это бронзовый призер в многоборье У него рекорд в Казахстане, десятиборье, тоже крутой спортсмен и хороший тренер Прям хороший Не ругается, не бьет, не издевается Не буду показывать свои синяки Такой вид спорта, что поделаешь Так, ну теперь давай поговорим о тебе лично Бегаешь-то ты прям хорошо, а за тобой многое бегают? Я хорошо прыгаю, а не бегаю Да не бегают, а она раз и прыгнула Через стол, например Да, бывают какие-то ухаживания То есть пока замуж не собираешься? Замуж не собираюсь, нет Пока все Есть дела поважнее Есть дела поважнее Вот как Тогда следующий вопрос При твоем росте, при твоих физданных Модельный бизнес тебе никогда не... Не привлекал? Не передавал, да? Передавал я, наверное, в 15-16-12 лет Немножко увлекалась моделингом Но все-таки очень сложно совмещать спорт Еще учебу и еще что-то Хилл не хватает на все сразу А ты учишься? Скажи мне, как ты видишь свое будущее через 10 лет? Через 10 лет... Олимпийская чемпионка Я надеюсь, я буду здоровой Не знаю, со спортом, не со спортом На 10 лет сложно загадывать все-таки Жизнь очень изменчива, как пойдет Но планирую реализоваться в спорте, в профессии И, возможно, через 10 лет уже что-то поменяется Не знаю, пока таких долгих планов у меня нет Классно, но главное, что свою жизнь ты связываешь с спортом Видишь будущее со спортом Ну я вижу себя как профессиональный спортсменка Профессиональный спортсменка А не как дальше тренер или что-то в этой области Спорт мне интересен как участник соревнований А вот ты как-то говорила, что любишь спорт Потому что это все-таки путешествия, это поездки, это встречи с нового Где ты уже была? Расскажи, что тебя особенно запомнило? Ну и последнего был большой сбор в Турции И мне очень понравилось Турция, море, вот это вот все Ну и, конечно, тренировки тоже были А вот интересно, в Токио у вас, наверное, будет время увидеть этот город потрясающий? К сожалению, скорее всего, нет Организаторы соревнований ставят жесткие ограничения на посещение мест На выходы из Олимпийской деревни А, это в связи с ситуацией? Да, и насколько я понимаю, я посмотрю город с самолетом Ну, посмотрю стадион Ну ты насытишься воздухом даже Я сейчас подумал, вот на вопрос Попытался просто поанализировать Кем вот может быть, допустим, Кристина через 10 лет И сразу вспоминается Вот смотри, вот как тебе вариант, допустим, такой В Алматы открывают Манеж Кристины Овчинников Вау, я за Или, допустим, по примеру, нашей Ольги Шишигиной, например, будешь депутатом Как тебе такой вариант? А что, принимать законы? Ну, не знаю, не знаю Посмотрим насчет депутата, но Манеж было бы неплохо Ставить в Алматы Чего не хватает, так этого Ну, для этого тебе нужно что? На Олимпиаде хорошо выступить Это уже по почке Мы будем кулачки за тебя держать Спасибо А ты, вот у нас эта тема сейчас актуальна Призываем всех к здравому смыслу, к вакцинации Ты вакцинирована? Я не вакцинировалась У меня, к сожалению, медотвод, аллергия Поэтому, не знаю, попробуем после Олимпиады вакцинироваться Но сейчас опасно Врачи переживают Поэтому я буду вакцинироваться после серьезных соревнований Но вакцина, это здравый смысл Нужно вакцинироваться Вот Не только мы с тобой об этом постоянно говорим Видишь? Мы умные, так и отличаемся Расскажи, пожалуйста, мне Вот помимо спорта В твоей жизни еще что-нибудь есть? Чем-нибудь еще увлекаешься? Конечно Я учусь, получаю высшее образование На каком курсе? В Космейском университете Ну, закончила второй курс Ой, так ты совсем молодая, что ли? Да, мне 20 лет Ух ты господи Я думала, вообще 15, а ты что? А я не разбираюсь уже А я вот не разбираюсь уже Потому что я знаю, что тебе 25 А тебе 20 Все прекрасно Так, ей тогда 5, понимаешь? Так Чем увлекаешься, кроме спорта? Что в твоей жизни еще есть? Я иногда читаю, слушаю музыку, гуляю Смотрю фильмы В принципе, обычная жизнь Только много времени отводится спорту И поменьше отдыху Это правильно Не надо ничем увлекаться Спорт и отдых Слушай, а я вот не помню Просто давно это было А в университетах, в институтах Физкультура вообще есть как придут? Конечно, да Есть Ну, я думаю, я автоматом Тебе уже автоматом Нет, нет, я на нее хожу Ты ходишь? А, почему я ходу? Серьезно? И чему ты учишь Ваших преподавателей? Ну, сейчас пандемия Мы учились дистанционно И сдавали какие-то рефераты Работы, защищали работу Поэтому мне понравился формат Но на первом курсе Иногда приходилось ходить на физкультуру Что меня расстраивало После двух тренировок Не очень хочется ходить на физкультуру Это точно А вот для тех, допустим Кто сейчас смотрит нашу программу И вдруг хочет, чтобы их дети тоже Так же, как и ты Выиграли чемпионаты Выиграли Олимпиаду Еще не выиграли, посмотрим Скажи, пожалуйста Вот куда нужно пойти С какого возраста лучше начинать заниматься Легкоатлетикой И где у нас ждут детей Легкоатлетика сейчас очень набирает свои обороты Как раз таки в детских возрастных категориях Например, у нас есть программа Kids Athletics В Алма-Ате есть школы, которые подготавливают как раз таки детей В основном это возраст, наверное, профессионально уже заниматься Стоит с 12-13 лет, но легкоатлетика это королева всех видов спорта И она гармонично развивает тело ребенка Поэтому можно, наверное, с 8-9-10 лет уже отдавать легкоатлетику Просто для гармоничного развития Это центральный стадион пока Так, приходишь на центральный стадион Подходишь к закрытой двери, стучишься Эти ворота пытаешься открыть Они закрыты, пообходишь здание с другой стороны Приходишь и говоришь, я хочу на легкоатлетику Да, все тренеры компетентны Поэтому, конечно, я могу повредить Команда добрая? Команда добрая, скажем Да Команда это же не только я и мой тренер Команда это спортсмены вокруг, старшие тренера Тренера других спортсменов, массажисты, врачи И это очень важно, чтобы атмосфера была хорошая Без нагрузок Это действительно главное Ну а теперь давайте поговорим о терминах Которые есть, существуют Ну такой согласный ликбез для нас и для наших телезрителей Давайте Ну просто, на самом деле, интересно Перешагивание в прыжках, в высоту Что же это такое? Перешагивание, это метод, которым прыгали до современных прыжков в высоту Это метод, когда ты разбегаешься и ногами перебрасываешь себя через планку Сейчас мы делаем прыжок полностью телом Выход в плечи, переход в планки спиной Выход съем Прыжок заканчивается Перешагивание сейчас многие прыгают Но не на соревнованиях, потому что тебе приходится поднимать все тело на эту высоту А современным методом ты перебрасываешь плечи И вот так вот все плавненько переходит Вот так Не хрустнуть Скажи, а что определяет динамику разбега перед отталкиванием? Наверное скорость Все-таки нужно плавно входить в разбег У нас разбег идет немножко под наклоном Мы бежим не по прямой, а в наклоне Чтобы плавно подбежать к планке и тебя перебросило Так, да Вот, поэтому это скорее всего разбег Отталкивание, переход в планки Прыжок состоит из трех компонентов Угу Как по-другому называют отталкивание? Отталкивание? Толчок? Ну пусть будет так Так, а чем измеряют, например, расстояние разбега? А стопами, наверное, высоте все-таки стопами Длина шага коррелируется с своими стопами Ну то есть чем больше стопа, тем больше разбег И длина шага, в принципе, от этого зависит от роста тоже Поэтому стопами отмеряют свой разбег А вот скажи, пожалуйста, да Сколько? 196 сантиметров Сколько? 196 сантиметров Так, подожди, пытаешься себе представить А сейчас мировой рекорд какой? 209 Угу 7, 8, 8 Сколько там осталось? Немножечко Совсем чуть-чуть Ерунда какая А как развить в себе эту прыгучесть? То есть если ваш ребенок высокий и прыгает дома Вот просто и раздражает соседей снизу Да, нужно в нужное русло это все А дайте его, да Пустите в нужное русло Да, наверное, все-таки по детям видно Но я считаю, что это все-таки даже не врожденные, а приобретенные качества Все-таки тренер Тренер, физподготовка, это все очень важно, конечно Поэтому, скорее всего, любой ребенок сможет заниматься легкоатлетикой Молодец Просто приводитель Ну теперь, вот посмотрите на нашу камеру, шестерочку Я хочу, чтобы от тебя, от Кристины Овчинниковой, наши телезрители услышали пожелания В свою очередь И чтобы крупным планом такое красивое, духотворенное лицо нам показали Ну, что я могу пожелать телезрителям? Это, конечно же, здоровье Счастье, благополучие На самом деле, просто занимайтесь спортом, здоровый образ жизни Залог успеха и здоровья, собственно говоря Отлично Болейте за нас на Олимпиаде Будем болеть, обязательно, Кристина, да? Это действительно Есть у нас теперь За кого болеть, за кого держать кулачки Привет, можно передать? Конечно Обязательно, конечно Всем привет Я снова в телекинге Классно Молодчинка Люблю людей с хорошим чувством А еще и умных Удачи тебе, Солнычка Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому